Русские новости Год — это не такой уж большой срок, и к этим печальным трагическим юбилеям нашей истории надо готовиться для того, чтобы провести необходимые конференции, опубликовать материалы, которые разоблачают мифы об этих событиях, прежде всего мифы советского периода, и постсоветские мифы тоже ничем не уступают советским, тоже искажают историю. Следует обращаться к документам, к тому, что публикуют профессионалы, историки, исследователи. Обратимся к тексту Ивана Ильина, который оценил действия февралистов таким образом. Вот откуда это разложение власти. Февралисты ничего не понимали и ничего не понимают в государстве, в его сущности и действии. Тайна государственного импонирования, сила повелевающего и воспитывающего внушения. Секрет народного уважения и доверия к власти, умение дисциплинировать и готовность дисциплинироваться. Искусство вызывать на жертвенное служение, любовь к государю и власти, и власть присяги. Тайна водительства и вдохновение патриотизма. Все это они просмотрели, разложили и низвергли. Уверяя себя и других, что императорская Россия держалась лакеями и палачами. Что вся сила государства в красноречивом уговаривании и что этим искусством они владеют как никто. Понятно, почему временное правительство не организовало никаких верных ему воинских частей. Почему оно в критическую минуту имело за себя только добровольцев и юнкеров. И женские батальоны, и наконец, почему оно не могло оборонить учредительное собрание. У сентиментальных дилетантов от политики все расползлось и пошло прахом. Ну а теперь февралисты, заместив тех прежних февралистов и мечтая именно об их роли болтунов, парламентских витей, превратились просто в негодяев. Просто в негодяев, которые выстраивают фасад государственности, из-за которым нет реальных государственных институтов и из-за которых происходит разграбление всех национальных богатств нашей страны, которые в советский период сохранялись и приумножались, несмотря на то, что государство было нерусским, в значительной мере антирусским, но все-таки это было государство. Сейчас это не государство. Февралисты у власти – это беда для нашей страны. Обратимся еще к одному источнику. Это уже не в первый раз. Уже не в первый раз я открываю книгу Станислава Викторовича Зверева, красноярского исследователя, который написал многотомный труд «Генерал Краснов. Монархическая трагедия». Рекомендую искать ее через интернет-магазины. Здесь на обороте указан адрес его сайта, латинскими буквами stzverev.ru. И здесь, конечно, о февральской революции написано много, написано подробно, привлечены различные источники. И здесь сказано следующее. «Шокирующий низкий уровень исторических познаний непременно необходим для поддержания ненависти к империи. Шокирующий низкий уровень». Раньше, по оценке эмигрантского историка Пушкарева, 90% текущей прессы непрерывно критиковали и поносили правительство. И социал-демократ Пушкарев считает прогрессом эти 90%. И у нас сейчас 90%, а может быть почти 100% без каких-то долей прославляют ныне действующую русофобскую воровскую власть. По сути дела, ничего не изменилось. Как Василий Шульгин, рассматривая состав редакционных коллегий, ведущих изданий предреволюционных, показал, что подавляющее большинство из них были иудеи и евреи, то и сейчас иудейско-еврейский компонент в средствах массовой информации является тотально преобладающим. Тогда они поносили Российскую империю всеми возможными средствами и готовили массовые убийства, смертоубийства русских людей между собой. И теперь они занимаются тем же самым, контролируя более 90% всех печатных изданий, всего эфирного времени, нанося колоссальный вред нашей стране. Продолжим цитирование книги Станислава Зверева, где он пишет о февральских днях, в частности указывает. Николай II понимал, злу надо сопротивляться силой, историческое усмирение Петрограда необходимо. Считавшие, будь то со злом можно договориться или ему надо сдаваться, поймут это позднее. Из-за участия в заговоре генералов поход на Петроград был отменен, но историческая необходимость такого похода в ближайшие месяцы после Иванова двинет на Петроград Корнилова и Краснова. И будет уже поздно. Из этих трех генералов Краснов, обладавший наименьшими силами, продвинулся дальше всех. Генерал Русский поторопился передать Родзянко решение о введении парламентского правления. В Петрограде изменники считали это недостаточным. Русский спросил у Родзянко, не можете ли вы мне сказать, в каком виде намечается решение династического вопроса, то есть в соответствии с дневником Дубенского, судьбой династии, по мнению русского, должен был распоряжаться Родзянко, а не государь, определенно выразивший царскую волю и вынужденный несколько часов обосновывать ее перед изменником. Родзянко ответил русскому, ненависть к династии дошла до крайних пределов, но весь народ, с кем я бы не говорил, выходя к толпам и войскам, решил твердо войну довести до победного конца и в руки немцам не даваться. Весь народ, с которым мог говорить Родзянко, это столичные преступники, стремящиеся не допустить восстановления монархической законности и возмездия за измену, а также алчные до власти думцы с намечающейся судимостью. Больше ничьи мнения Родзянко делегировать просто не мог. Дальше автор переносится в современность. Мне вот интересно, когда Путин 9.06.2003 года на вопрос, в каком эпохально важном событии из прошлого страны вы приняли бы участие, ответил февральская революция 1917 года. Какое участие он хотел бы принять в пении революционных песен или в шагании с красными тряпками? В убийствах офицеров и защитников монархического порядка? В грабежах под предлогом поиска пулеметов? В захвате дворцов, дачи особняков? В разделе захваченных министерских постов? В арестах царских министров и несогласных по улицам? 4 марта 2014 года президент Путин, назвав императора Николая II кровавым, подтвердил свою неизменную приверженность феврализму, будучи таким же враждебным национальной культуре оранжистом, как и вся прозападническая оппозиция, только оранжистом, уже одаренным властью, февралистом-предшественником. То есть можно смело заключить, что у власти находятся действительно февралисты. В лице Путина этот феврализм с наивным цинизмом прорвался наружу и был выражен вот в этих словах, на которые ссылается автор книги. Уже на Поместном соборе Православной Церкви 20 июня 1917 года читался доклад «Произошло не отречение Николая II, а свержение его с престола». Если бы государь по доброй воле удалился на покой, то тогда не могло быть и речи о клятва преступлений, но для многих несомненно, что в акте отречения Николая II момента свободной воли не было. В книге «Судьба императора» у Мельгунова вырвалась верная оценка «Проишедшего после отречения государя. Перемену режима не следует объяснять буйством солдат. Скорее, буйство являлось результатом перемены режима. Разложение по мере углубления революции шло все далее и далее. Следствием насильственного отречения стало поражение России». Я хотел бы еще процитировать предисловие к книге Михаила Бабкина. Такое фундаментальное исследование. Покажу эту книжку. Это очень скрупулезное исследование. Называется «Священство и царство. Россия. Начало 20 века. 1918 год». И эта книга посвящена предательству церкви, церковных иерархов, церковных служащих, священства, да и многих мирян, которая состоялась в феврале 1917 года. Я процитирую только фрагменты вступительного слова про теерея Валентина Асмуса, который был написан в 2009 году. А сама книжка вышла в 2011 году, совсем недавно. То есть расследование вот этого фундаментального предательства, которое получило продолжение в наши дни, именно в эти дни, когда лжепатриарх Кирилл встречается с так называемым Папой Римским. Фактически уравновешивает, уравнивает православного иерарха и самозванца, который выступает от имени Бога и считается католиками непогрешимым, что бы он ни сказал, какую бы глупость ни сморозил, какое бы действие ни совершил. То есть это совершенно исключительный персонаж в религиозной жизни, который, сойдя совершенно с ума, считает себя равным Богу, абсолютно непогрешимым и транслирующим именно божественное откровение. И вот патриарх Московский и всея Руси, или человек, который таковым был обозначен или назначен светскими властями, едет на поклон, фактически на поклон, к вот этому сумасшедшему человеку, еретиков номер один в христианском мире. Это, конечно, третье предательство после тех, которые были совершены, во-первых, в феврале 17-го года, практически всей церковной иерархии, которая согласилась на ликвидацию императора как главы церкви и замену императора вот таким вот патриархам. Следующая измена состоялась в 1943 году, когда возникла московская патриархия, когда под контролем советских властей, под контролем Сталина собрался так называемый собор из нескольких епископов, который определил в патриархии тоже проходимца Сергия Строгородского. Ну, теперь это святой, конечно, и те предатели, которые в 17-м году фактически отреклись от престола, отреклись от монархии и таким образом отреклись от церкви, тоже все чуть ли не как один обозначены были святыми, потому что дальше большевики, бич Божий перебил многих из них и многие кончили мученической смертью. Искупила ли эта смерть их предательство? Я очень сомневаюсь. Но, тем не менее, вот эта измена, она выразилась и в причислении к лику святых вот этих предателей. А сейчас на наших глазах совершается следующий, третий акт предательства, который говорит о том, что московская патриархия к церкви Христовой не имеет уже ровным счетом никакого отношения. Хотя многие священников, конечно, являются истинными православными, но сама структура, вот эта хозяйственно руководящая структура московской патриархии, это просто уже бесовщина, сплошная бесовщина. И организаторы, ее лидеры, это вот лжепатриарх Кирилл Гундяев и Иларион Алферов, тоже назначенный в митрополиты, но цель главная его, это, конечно, разрушение церкви Христовой, и в его вот этих теплохладных выступлениях, все это достаточно хорошо заметно. Расследование деятельности этих персон, конечно, дело будущего, не все понимают, насколько чудовищные преступления совершают эти лица, но, я думаю, пройдет время и все встанет на свои места, так же, как вот Михаил Бабкин поставил все на свои места, тщательно расследовав все детали совершившегося в феврале 2017 года, преступления со стороны священноначалия. Вот Валентин Асмус пишет в выступительном слове книги, «Перед русским сознанием стоит и всегда будет стоять вопрос, как могло произойти, что Россия в момент высочайшего развития своих духовных и материальных сил на пороге величайшей победы могла свергнуть отеческую власть, которая дала ей развить эти великие силы и вела ее к этой победе. Невозможно односторонне рассматривать революцию как победу активного меньшинства. Всякое историческое действие инициируется меньшинством, но в события 1917 года оказалось вовлеченным в той или иной степени абсолютное большинство народное. Невозможно понимать эти события в духе древней прописной истины. Нередко большая часть побеждает лучшую, поскольку все круги общества, начиная с великих князей, участвовали в перевороте. Пожалуй, одна только великолепная царская полиция не повинна, так как она изначально подлежала уничтожению. Трагедия России именно в том, что многие из лучших, как бы начисто потеряв инстинкт самосохранения, бросились в пучину переворота. После фундаментальных исследований Бабкина невозможно отрицать, что большинство архиереев и епархиальных собраний поддержали революцию. Трагически одинокая личность священного мученика Андроника Никольского, архиепиского Пермского с февраля 17-го и до своей мученической кончины, не отрекавшегося от монархии, редкое исключение. Даже когда летом 17-го Временное правительство начало решать вопрос об отделении школы от церкви, отобрав у синода церковно-приходские школы, разочарование духовенства в революции вовсе не означало возрождение в его среде монархизма. Когда в сентябре того же года Керенский без всяких учредительных собраний объявил Россию Республикой, Московский Поместный Собор ни словом не возгласил против этого беззакония. Торжественным отречением от монархии прозвучала на соборе наиболее часто цитируемая речь, где сказано об орле Петровского на западный образец устроенного самодержавия и о святотатственной руке нечестивого Петра. Так не говорили о царях на Вселенских соборах, где всегда превозносили императоров, даже коноборцев. Получилось, что собор 1917 года отрекся от всей византийско-московской государственной традиции, а не только от Петербургской империи. Вот такое отречение, состоявшееся в феврале 1917 года, в церковных кругах, которые, еще раз повторю, заменили главу церкви, поменяли в результате государственного переворота государя-императора на патриарха, продолжается и до наших дней. Монархические взгляды в среде священства крайне редки, иногда доходят до чудовищных глупостей, когда священник публично, открыто говорит о том, что вот этот разлагающийся труп Ленина, который уже замещен какими-то там химическими элементами, в которых промывают это тело, должен остаться на месте, вот там, на Красной площади, и поклонение трупу должно продолжаться. Это исходит от священника, и много, чрезвычайно много всяких глупостей говорят священники, пользуясь традиционной привычкой русских людей уважать рясу, и к этой рясе относиться таким образом, что голова, торчащая из нее, непременно говорит что-то умное, что-то очень важное, а поток глупостей, в особенности на ресурсе, так называемом, русской линии, просто запредельный, запредельный. Эти люди поклоняются уже даже не Христу и даже не своему патриарху, они поклоняются самозванцу, который сидит в Кремле, на месте, где должен находиться император всероссийский, и вот эти священники, они оказываются путинистами, они не только враги церкви, враги Христа, но они враги русского народа. Поэтому никакого доверия рисоносным путинистам быть не может. Тем, кто из священства не дошел, не дорос до монархических взглядов, вообще не стоило бы выбирать эту профессию, потому что это действительно оказывается профессия, а не духовное призвание. И вот в этой профессии делают карьеры как раз такие проходимцы, криптокатолики, которые возвышаются все выше и выше, и наконец, начиная где-то там с 60-х годов и до нашего времени, криптокатолики взяли верх, и итог их деятельности – это совершенно исключительное явление. Встреча патриарха Московского, псевдопатриарха, конечно, человека, который является просто носителем титула, незаконно присвоенного или переданного ему с Папой Римским, это, еще раз подчеркну, предательство церкви, это предательство всех предшествующих поколений наших предков, наших православных предков. И вот это является продолжением того самого феврализма, который держит нас за горло. Мы рассчитывали, мы русские патриоты, русские националисты, русские монархисты, рассчитывали многие годы на то, что все-таки в церкви сохраняется та имперская национальная русская идея, и она передается, если не публично, то в таком вот непубличной цепи наследования от одного священника к другому, от священника к мирянам, осторожно и постепенно воспитывает паству. Но оказалось, что этого нет и не предвидится. Власть в церкви захвачена проходимцами. Искать тех, кто действительно здоров и кто не отрекся от своей исторической миссии, дело сложное, затруднительное. Если эти люди существуют, то они сами должны найти русское национальное движение и сами начать оказывать ему поддержку. Такого мы не видим. В предшествующие годы появлялись священники, которые инициативно искали русских националистов и их окормляли, и их воцерковляли. Сейчас этого не видно. В нашу среду не приходит священство. Это говорит о многом, что церковная иерархия переродилась, и священство это уже не духовный мир. Это мир, где стяжают не дух святой, а стяжают карьеру. Это карьеристы, это люди, которые таким образом зарабатывают себе на жизнь, зарабатывают себе какой-то статус, но ни в коем случае не служат ни Церкви Христовой, ни народу своему, из которого они вышли. Говоря о феврале, конечно, нужно заключить, что через год мы должны отметить эту дату какой-то очень серьезной конференции или серьезным митингом русских националистов, русских патриотов, русских монархистов. Мы должны определить эту дату как самую трагическую дату всей нашей русской истории. И я призываю к тому, чтобы русские, прежде всего, монархические организации, стали инициатором этого мероприятия. И затем это мероприятие должно перейти к оценке и всей последующей нашей истории от февраля 1917 года до наших дней, до тех измен, которые мы видим, которые у нас перед глазами. И если мы не с изменниками, значит, мы верны и тому престолу, который еще сохраняется где-то в небесных далях, его нет перед нашими глазами, и верны христианской вере, христианским догматам, христианскому канону. Если священство будет вокруг нас, оно должно это подтвердить. Мы должны вспомнить о деле Диамида, которое протестировало, можно сказать, московскую патриархию и определило, что те анафемы, которые епископ Диамид возвестил, являются абсолютно справедливыми, абсолютно каноничными и продолжают действовать как в отношении лжепатриарха Кирилла, так и в отношении всех остальных епископов, которые поддержали его вольно, невольно, устно или мысленно, как угодно. Итог нашей оценки февраля и феврализма до сегодняшнего дня должен превратиться в русское политическое движение, которое все еще находится в зачаточном состоянии, а мы должны поднять его на должную высоту с тем, чтобы русские взяли в своей стране власть и вернули правду и истину не только в государственное управление, но и в церковные круги, которые уже без такой помощи не смогут справиться с теми ересями, в которых они погрязли.